За ESL One Birmingham, квалификация Китая, King Gaming против команды Serenity в формате БУ-3. Третья решающая карта, карта на вылет, победитель проходит дальше, проигравший эту квалификацию покидает. У нас получились две не самые долгие карты, особенно для этого патча, где карты уже идут по 40 минут плюс, при том две карты в одни ворота. У нас не было интриги, на первой карте одна команда была сильнее, это были Serenity. На второй карте King Gaming шансы оппоненту не оставляли, очень чётко исполняли драки. Очень странный выбор Dragon Knight против OD, в итоге ничего не получилось. Интересный выбор Life Stealer, он купил Radiance, и когда купил этот артефакт, в общем-то уже преимущество у соперника было немалое, и особо на исход этот Radiance не повлиял, как вы могли заметить. Ну и третья карта, King Gaming, снова забирает себе Джакиро, снова забирает себе Нагу. В целом эта дабла отработала очень даже неплохо. Дабла жирная, дабла неприятная, хорошие нюки, маленький киллдаун, пуш-потенциал присутствует, и ты, ну, в общем, практически любого кэри можешь неплохо гонять, будь-то милишник, будь даже рейндж-герой, типа Гирокоптера, ты за счет Джакиро, за счет Dual Breeze, Liquid Fire, сетки Riptide можешь неплохо напрягать любого героя на линии. Поэтому King Gaming решили снова эту комбинацию оформить. Да и комбинация с Лип плюс Ice Pass, на самом деле она крутая, она простая, она может быть не такая крутая, как Static Storm, да, плюс Лип, но в целом работает отлично, работает идеально. Иногда даже лучше, чем Static Storm, потому что многим героям Silence не так страшен. Они могут, допустим, там активировать БКВ и просто бить руками, а в Ice Pass ты БКВ активировать не можешь. Вот в чем, как бы, основная трудность. Поэтому, да, действительно, Джакиро плюс Нага-Сирена комбинация хорошая, только я бы на месте King Gaming пока не торопился бы делать Джакиро героям третьей позиции, потому что, сыграв предыдущую карту подобной стратегии, они уже раскрыли свои козыри, вот в данный момент уже показали Джакироса и Нагу, то есть Сиренити могут быть просто готовы к этому. То есть они туда воткнут какого-то хорошего, сильного персонажа, который сможет там протерпеть, сможет хранить, ну или саппортов подходящих возьмут. Лайстиллер, кстати, был не так уж и плох против этой комбинации героев, просто саппортов чуть посильнее надо было бы туда поставить и убивать эту линию прям с нулевой минуты, с самого начала. Хотя у них вроде был Sand King Corporation, да, саппорты? Вроде тоже сильные. Да, они самые плохие, да, ты можешь прорваться вместе через инфест элементарно, но мы особо вот инфест-бомбы-то и в игре не видели. Обычно Лайстиллер сидела в големе, в драконе и просто за счет рейдинса ходил и пытался как-то противнику мешать пушить. Дрэгонайт, ОД в этот раз закрыт, закрыт самой команды Сиренити, поэтому мы его не увидим. Но при этом ходят слухи, ходят слухи, хотя я уже давно говорю, что это неправда, что Death Profit потенциально Дрэгонайт что-то может сделать. По факту это не так. Дрэгонайт против Death Profit стоять может. Ну, стоять-то может, там в другом проблема. Когда ты берешь ДК против Death Profit, ты не имеешь берст урона на миде, а не имея берст урона на миде, ты, ну, скорее всего, если еще не будешь иметь берст урона на кейре, берст урона на сложной линии, то ты просто Death Profit не убьешь, она раскастует ульт и будет дамажить своим ультимейтам. А это огромное количество урона. И поэтому вот против Death Profit на линии намного лучше смотрятся какие-то там, типа там Лина, Шэдоу Финд, вот такие герои. Вот отлично против Death Profit подходят на кейре. Какие-то сильные тоже персонажи с сильным фокусом, типа Террор Блейда или Гирокоптера, вот с большим количеством магического урона, например, да, или физического. Ну, в общем, что-то такое, что могло бы Death Profit быстро уничтожить, пока сифоны ее не были раскиданы, и она не раскастовала свой ультимейт как следует. Вот если это получится сделать, то ты будешь в большом плюсе. Так, на линии, да, Dragon Knight, он просто, он как бы и Death Profit сам ничего не делает. Вот тоже такая вот, видишь, проблема. Dragon Knight герой, который очень хорошо, но пассивно стоит свою линию. Очень хорошо, но пассивно. Вот, но против Death Profit это, мне кажется, не самое вот хорошее. Так-то да, он там будет фармить, у него будет хороший ласкит, будет крипстат очень, очень даже не дурный. Ну, возможно, даже больше, чем у Death Profit, в конце концов. Но по игре потом будут, ну, будут трудности, как мне кажется. Ладно, поглядим, поживем, увидим, как говорится. Warlock появляется в пике Сиренити, и тут появляется Shadow Demon. Shadow Demon, который пока не к силу ни к городу, King Gaming. Зачем он тут нужен, пока я не знаю. Но вполне вероятно, что мы сейчас увидим либо Луну, либо Террор Блейда. Вот одного из этих персонажей в пике King Gaming. Тогда уже, в принципе, будет понятно. Ну, Луну... Наверное, забанят все-таки как-то. Хотя они, кстати, могут сделать хитро. Они могут пикнуть Террор Блейда сами сейчас. Ну, блин, тогда у них Джекерос на линии, и сложно будет стоять. Да, дилемма. Дилемма, как ни крути. Отдавать-то сопернику Террор Блейда тоже не хочется. Там даже не сколько Луна, сколько вот... И тут прибегает Пангольер. Хотяра в сапогах. То есть Кэрри Тини. Кэрри Тини, кстати, очень сильно страдает на линии от Джекера и Наги. У него изначально нет армора, нет никакого статуса резистанса. Он милишник. Если его через Liquid Fire и Breast Fire замедлить, то он очень много здоровья потеряет. Так что, может быть, с Ренити ошибаются с пиком Пангольера. А может быть, это Пангольер четверка вообще, кстати. А может быть, это Пангольер тройка и Тини четверка. Ну, то есть, да, тут, в принципе, варианты есть. Это может быть Пангольер через Spirit Vessel какой-нибудь, да? Ну, да, что-то вот, что-то такое, действительно, тут может быть. Может быть, линии просто сейчас посвапают, я не знаю, ребята из Ренити. А подумать надо, Кингейминг хорошо, что забанить, что оставить для себя. Они сейчас взяли Пангольера против Наги, у которой есть сетка. Интересно. Ну, да, довольно странно. Какой-то Бан Слардера тоже невнятный от Кингейминг. Непонятно зачем, непонятно для чего. Очень интересно. Разве что они вот знают, да, вот там Бан ВРки, Бан Слардера, то есть, ну, думают какие-то определенные вещи, то, что с Иренити смогут забрать этого героя, и то, что у них наработаны стратегии с этим героем. Может, как раз Слардер в этой стратегии хорошо себя показывал, да, там, хотя Пангольер плюс Слардер, они, в общем-то, не работают вместе. Потому что, если ты кидаешь коррозию в Хейс, и Пангольер дает Свэшбакл и прокает Хард Пирсер, то весь минут с Армор уходит в ноль. Ты об этом рассказывал в своем видео, да. Да, я рассказывал. Реклама на стримеру Хава. Да, этому ролику уже, там, не знаю, его уже те, кто хотел, посмотрел, так что за рекламу не считается. Так вот, не работает до сих пор. Мне кажется, что это баг, кстати говоря, то есть, это надо бы пофиксить. Ну, то есть, ну, это же ненормально. Как бы, прикол-то, скилла, типа, вот, Хард Пирсер, да, что, типа, ну, как там, в описании скилла, если там почитать, написано, что Пангольер не чувствует, там, брони, и кто-то так, так, погоди, не надо найти, не надо освежить память. Пангольер. Это герой на ловкость, да, вот он. Ну, да, да, то есть, там, по лору, по описанию, как бы, понятно, что он должен, как бы, срезать армор, но почему он весь минус армор переводит в нулевой, не ясно. Тут, кстати, ласт пиком у нас заезжает Шейкер. С сетики. С сетики, да. С сетик, да, 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 сетик очень крутой, конечно. Там, там все сеты хорошие, на Тузка, на Снайпера, на, вот, на Снайпера, кстати, хороших сетов просто нет, вот, а тот сет мне очень нравится, действительно очень крутой. Я даже вчера в лоу-приорити игру выбил на Снайпера. Увидел Снайпера, потом, блин, надо пикнуть, как, как не пикнуть Снайпера? Ты, ты хоть расскажи, почему в лоу-приорити сейчас люди подумают, вот, Форс, Флеймер, каждый игрок оскорбляет игроков. Семь репортов, не, я бывает, конечно. Слушай, а за что репорты, за что семь репортов? Ну, где-то плохо сыграл, где-то пофлеймил, у меня был хороший такой сочный, солидный лустрик, где-то в 300 ПТСов, и когда ты на таком лустрике, ну, ты не можешь тебя уже порой сдержать, когда там какой-нибудь игрок что-то делает не так, да, ты уже можешь его там подфлеймить. За что он тебя зарепортит потом? Ты такой в начале игры думаешь, ладно, буду молчать всю игру, только по делу, проходит 30 минут и начинается. И ты уже сгораешь, да? Ну, то есть я не могу сказать, что я там откровенный флеймер, там в каждой игре там... Нет, я стараюсь молча играть, я не отвлекаю ни себя, ни других игроков, но просто меня поражает. Вот я вчера в Твиттер выкладывал картинки, там 20, кажется, один коммент, 21 коммент и 6 репортов. Мордочка вот эта вот зеленая, и у меня... И ты с этой мордочкой идешь в лоу-приорти играть. Да, 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 то есть, ну, это как-то, ну, странно. Я могу понять, знаешь, если тебе скинули 6 репортов, скорее всего, ну, ты реально вот... Слушай, я знаю, какая там мордочка должна быть в идеале. Рафланка, да, да, да. И ты просто лоу-приор идешь катать. Да, 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 четко, четко. Я, понимаешь, я могу дать тебе отчет в том, что 6 репортов на самом деле это много. То есть, 6 репортов от 6 разных людей, то есть, там, по-моему, от тиммейтов, если ты в пати играешь, они, по-моему, не должны считаться, хотя я в этом не уверен. Давай посмотрим, что сейчас на рунах будет происходить. По идее, в боте, может быть, попытаются кингейминг что-то отжать. Вот они пикнули луну с шедоу демоном. Так, дизрапшн. Как-то так себе. Как-то так себе. Как-то так себе. Гальер забирает руну. Гальер, да, забирает руну. И в итоге вообще с носом остались. За двумя зайцами. Пошли, и вот результат. Получается, шейкер покупает тебе с нулевой ботинок. Ну и правильно. Ботинок. Да нет, почему? Ром, шейкер. Это самый такой дефолтный закуп на шейкере. Тапок плюс 2 clarity. Ты в начале игры кладешь 2 фиссуры своему хардеру, помогаешь ему стоять. Потом перетягиваешься в мид или на легкую. И, соответственно, фиссурой перекрываешь проход там. А вот сейчас будет, наверное, нет. Еще одной фиссуры не будет. Ну, просто шейкер слишком поздно пришел. То есть он начинал вот здесь на руне. Если бы он начал бы вот тут, сразу он успел бы 2 фиссуры положить. Но в итоге пангалеры так вроде бы достаточно близко к своему тавру. Будет тут ласкетить. То есть линия должна пушиться в его сторону. Так что шейкер хоть чем-то допомог. Так вот. По поводу вот этой всей ситуации. Я понимаю, что 6 репортов от 6 разных людей. Это достаточно много. То есть ты, скорее всего, ты где-то флеймил. Скорее всего, где-то ты сыграл просто отвратительно. Ну, там просто реально заруинил игру. Но у тебя же еще там 20 с лишним комментов. Это же должно тоже как-то влиять. Покрывать, покрывать. Не знаю. 2 коммента, 1 репорта. Не-не-не. Хотя бы 5 комментов один. Ну, потому что, когда ты выигрываешь игру, ты пишешь там, типа, свап, госвап комментами. Типа, и тебя 4 человека комендит. Ты всех 4 комендишь, тебя комендит 4 в ответ. То есть это, ну, 20 комментов плюс это не так-то сложно набрать, если ты дружелюбно играешь и 50% игр хотя бы выигрываешь. Там, допустим, в 2 играх из 4 выиграл, вот, пожалуйста, тебе 8 комментов. Вот, и там, допустим, 5 или 10 комментов, которые, ну, нивелировали действия хотя бы одного репорта. Но этого же нет. Ну, то есть это довольно странно. Довольно странная система лоу-приорити. Разные были системы лоу-приорити. В свое время, я помню, там достаточно было 3 репортов получить. Ну, или там не 3, тоже 6 репортов. Но при этом репорты были у всех всегда, понимаешь? То есть вот ты новая неделя, у тебя 3 репорта. Ты все 3 репорта скинул. Через 3 дня у тебя уже 4 репорта. Тебе их закидывают обратно. Плюс еще один, потому что ты там всех людей отправил в низкий приоритет играть. Потом ты эти репорты тратишь. У тебя они снова восстанавливаются. Ты просто репортишь просто десятками людей. Они десятками идут играть лоу-приорити. И все это вот так вот грустно заканчивается. Тем временем ЖЖ может умереть в топе. Очень мало здоровья у него. Но скиллы все King Gaming потратили. Ну, а все, фласточка нажала. В итоге, да, Тинни нажимает фласку. Хороший саппорт у него, конечно, на линии. Вот для того, чтобы терпеть. Это варлок. Он просто кидает постоянно тебя до варлок. И ты вроде бы как, ну, можешь там на линии дольше выстоять. Но агрессии никакой на таком лайне проявить с Ренити просто не могут. Потому что очень плотные герои. Нага большое количество брони. Джакира большое количество хп и маны. Посмотри, вот третий уровень у Джакира. Из статов у него просто две веточки. Вот, из которых стик состоит. И у Джакира 812 единиц здоровья. Это очень много. У него 32 единицы собственной силы. Тем временем нападает в центре на ДК. Убить его не получится. Но вот чуть-чуть отогнать от крипов. Разве что. Ну, сегодня хорошо фармит. По таврам еще за счет регреба Эволон сейчас забрал много рейндж крипов. Практически ничего не пропустил. Но в целом варлок такой классический саппорт-подонос. Который стоит, нажимает одну кнопку. Делает отводы. И он уже полезен. Игранная достаточно такая простая получается. Главное кидай шеду ворд. Кларитосы закончились. Но не проблема. Покупает себе варлок еще. Два. Поэтому. Не беда. Шейкер. Шейкер. Отводит пачку крипов. Хоть это уже четвертая минута. Но при этом. Ничего страшного. А Пангалер все временем погибает. Погибает на ботами. Там видимо просто бим плюс поизон. Не заряда по всей мести было много. Жадный шейкер. Ай-яй-яй-яй. Какая же ты жадина. Убежал за Бунтосом. В итоге пачку не отвел. И руну не забрал. Но тут скорее всего ничего предъявить не получится. Линию это все-таки сломал. Поэтому сейчас линия будут очень сильно пушиться. Если не смогут никак отвести кингеймику. Вот эту пачку крипов. Кстати, не знаю. Ну да, тут уже два ранжевика. Сейчас надо как-то по-хитрому переагрить или пульнуть. Все это дело. Тогда да. Тогда линия удастся вернуть обратно. Но вот здесь попытается что-то где у нас сейчас отпулить. Проблемки у драгонайта в центре. Драгонайт нажимает ТП. Хотя мог бы этого не делать совершенно. Он выживал тут и за счет хапоригена он смог бы дальше стоять на линии. Ну а сейчас ему придется вытащиться в центр. Путь и часть крипов он все равно не заберет. Кингейминг тем временем в топе. Пули, но... А потом я снова погибает в код. То есть Кингейминг сейчас выигрывают линию в топе. Потому что Джакира там довольно много фарминг получает. Тинни тоже, конечно, фармит. Но Джакира будет доставлять неудобства. Это точно. И Ботилуна с Шарду Демном тоже чувствует себя достаточно уверенностью. Первый фраг для команды Сорейнити, возможно... Да ладно, они не убьют. Они не убьют. С ума сойти. Идет до конца. Тинни хочет Тосна, ставится варда. Ладно. Идет. Ну, варлаком. Давай. Эээ. То есть не. Жесть. Они просто втроем шли и толка ноль. Бывает, бывает. Неприятная ситуация, конечно. Роганайд проснулся, активировал форму, гонит. Дес профит. Тыкает вышечку понемногу. Ничего особенного. Очень хорошо фарма луна внизу. Это еще, учитывая, что это Шадоу Демона. Это же та самая комбинация, уже позабытая многими. А так-то работать она будет сочно. Иллюзии бьют быстро. Иллюзиями можно хорошо сплетить. Не обязательно покупать манту. В общем, что сейчас луны и не делают. Мы уже говорили о том, что манта покупается, ну, в очень каких-то редких ситуациях, когда прям без нее, ну, вообще никак. А так луна этот артефакт игнорирует. Хотя это, казалось бы, луна. Кто-кто. Ну, очень трудно коту здесь стоять. Бим уже третьего уровня. Один бим. Ты без рейндропов. Ты очень сильно страдаешь. Залетает бойзон. А пока пангольер непонятен. Его закрывают. Он пытается отсюда уйти. Луна идет до конца. У луны, если что, имеется ультимейт. Но вот так вот пангольер баклером уходит. И уходит на базу. Шейкер. Есть фиссура. У луны, напомню, еще раз имеется ультимейт. Третий бим. Урона будет много. Если здесь не будет крипов, то можно будет убивать чуть ли не всех. Тем более еще у шедоу демона есть и дисрапшен. Выходит кот. Брыжок. И заставляет луну и шедоу демона сместиться сюда варлока. То есть на топе остается один тинни. Один тинни против Джакира стоять не может. У Джакира уровень 6. Третий дуалбриз. Третий ликитфайр. Это вообще не шутки. Потенциально даже можно попытаться этого тинни как-то убить. Выходит сюда нага. У наги есть сетка, есть рептайд. Начинает дарко гонять своего оппонента. Регена того тинни нет. Да, и статус резистанс так сильно-то не спасает, как мы знаем из видеофишек НСА. В таких ситуациях. Ну, ты помнишь, как с думом наверняка тут работает, да? Что дум-то проходит быстрее, но демодж тоже весь, ну, впитывается быстрее. По-моему, так это должно работать. Именно так это и работает. То есть, замедление не так сильно действует на тинни, но урон он получает все равно полностью. И это большая проблема для него. В боте Луна расправилась с таверочком. На восьмой минуте этот тавер упал. К концу седьмой, можно даже так сказать. И следующим слотом Луна у нас будет Mask of Madness сделать, чтобы быстро фармить. Надо какие-то стаки там, наверное, поделать Луне. Так, в топе Тинни умер, а это мы попытался здесь XCJ кинуть Shadow World, но он бы его вряд ли спас. Присурка, она есть, что есть, телепорт. Потенциально можно ТП нажимать, волк. Да? Ну, окей, даже так. Еще подерутся, похоже. Да, да, не убить, не убить. Нага-то, герой жирный. Наги в соткопе, ну ладно, к чертям жир, восемь брони. А это вам не шутки. Такую нагу пробить очень трудно. Короче, пока я так смотрю, все у Кингеймин прям очень круто. Вообще везде. На всех линиях они реально выиграли все. Ну, может быть, на цент. Ну, хотя, а где они проиграли? Да нигде. На топе Джакера стоял хорошо в своей линии. Погибает снова Кот. Джакера успевает уйти. Казалось, что все, уже ситуация безвыходная, но успел. Скролл прочитал и на базе. Джакера 4-0. 4 тысячи перевязь, девятая минута. У Луны 5-240. Это уже Mask of Madness. Это Аквилла, это ПТ, дальше Dragonlance. Это очень мощно. Стакки, стаки, стаки, стаки. Ну, по стакам пока грустно. Стаков нет вообще. Надо, надо их, конечно, делать. Для Shadow Demon это вообще не проблема. Тем более, сейчас саппорты все-таки дают деньги. И в последнее время стало еще чуть больше того, деньги за стаки. Поэтому Shadow Demon может стакать и Ancient, и вот этот спаун за счет своего поизона. Вариантов, как стакать у Shadow Demon, их много. Пангольер купил себе рейндропы. Да, наконец-то. Но уже три смерти имеет, да и башни здесь нет. Поэтому ждем ультимейт от него. Ждем, может, какие-то выходы, смещения и попытки убить. Ну, хотя бы саппортов. Хотя тут такие саппорты. Нага тебе дает сетку. Shadow Demon просто себя может закрыть. Disruption, выиграть много времени. А ультимейт у тебя не бесконечный. Dragon Knight, ПТ, Soul Ring, дальше будет Blink. Странно, что у нас уже вторую игру подряд. Dragon Knight игнорирует покупку Shadow Blade. По мне, очень крутой артефакт. Да, помогает. Помогает в инициации. При этом ДПС-2 увеличивает, да. Потому что без Shadow Blade прям совсем грустная. Скорость атаки, демиджа совершенно никакого нет. А Shadow Blade такой дешевенький итем, который и то, и то дает. Для Dragon Knight, по-моему, идеально подходит. Как мне кажется. Но вот игнорируют у нас игроки в Китае сегодня этот артефакт. Посмотрим, как будет дальше. Может быть, с Blink'ом будут часто драться. Может быть, это будет получаться. Тинни тоже фармит Blink. На кэрре Тинни Blink тоже штука такая весьма спорная. Тоже нередко есть смысл купить какой-то Shadow Blade себе. С ним бегать. Там Shadow Blade, там же не ешь. Ну, поглядим. Как это будет работать. Пока-то Blink Dagger еще прилично фармить, вам скажу. То есть того же Джакирас про касты убить невозможно. У него рейндропы, у него баклер. То есть этот билд, в общем, схож с предыдущей картой. Ты его просто не убьешь. Нага тоже с рейндропами. Поэтому Тинни будут определенно здесь возникать трудности. За счет этих рейндропов. На, Луна-то продолжает пылесосить все. Фармит все леса. Луна фармит намного быстрее, чем это сейчас делает Тинни. Чем, понятное дело, это делает Death Prophet. Ну, про Панголера я, в общем-то, и молчу. Здесь Панголер, похоже, будет именно тот самый, как мы видели, от Ice 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 на Dota 2 Asia Championship. Через Blink Dagger, через Spirit Vessel. Может быть, там, какой-нибудь Алипард. Что-то вот такое вот будут покупать. Живелинов, скорее всего, мы не увидим. На топе атака на Джакира. Джакира просто делает телепорт. Это будет кект, но он не уходит. Все. Уже показалось, что Ice 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 снова уйдет. Не вышло. Экзорцизм использован. Можно немножечко попушить. Улетает Death Prophet Mid. Будет попытка защищаться на центре. Телепорт в Варлоку. Варлоку имеется голем. Фиссура. Хотя бы Драгонайт его убить, но отличный дисрапшн. Очень четко играет Shadow Demon. И отсюда просто на своих двух убегает. Пытается его убить. Залетает голем. На что у демона. То есть кто-то скажет, ну можно попушить. Но экзорцизма нет. Один голем пушить не сможет нормально. Да, там ДК будет отспамливаться скиллами. И вышку сломать, скорее всего, не получится этим големом. Ну ладно, забрали враг. Можно отправить этого голема куда-то пофармить. По крайней мере, Варлоку хоть что-то сможет себе купить. Драгонайт приобретает себе Блинк Даггер. Десятый левел. Посмотрим на талант, который он прокачает. Наверняка возьмет ман и реген. Не знаю, никто сейчас не берет Брэсфайр. Решил сам поиграть, попробовать. Действительно ли этот ман и реген прям так нужен. Солд рингом. Честно говоря, не понял, зачем он. Вроде бы 20% демидж редакшен с Брэсфайр. Это все-таки много. Ну 20%, Карл. Ман у тебя и так вроде есть. Ну ладно, странно. Находит тут Шедоу Демон. Хорошо. О, Шедоу Демон, точнее. Находит у нас Шейкера и Шейкер у нас отправляется. А может еще? Нашли стаки. Нашли стаки. Можно попытаться стаки эти запармить с иллюзиями СД. Но тут телепортируются игроки с Ренетти. Готовы, кажется, их защищать. Луна Секлиц. Ой-ой-ой-ой. Есть проказ. Хорошо. Стики использованы. Пытается Луну жить. Работает все-таки там. Банды. Банды дело своего дела. Луну убили очень быстро. Котик катается. Непонятно как, непонятно где. Есть фиссура. Слип от Наги. Сюда бы Метер Хаммер. Но Метер Хаммера нет. Ну и Нага пытается просто убежать. Вместе с Шедоу Демоном Нагу придется продать. Хороший Тосс. Влетел Варлок. Подстопил. И Нагу убили. Ну что ж, четко убили Луну. Луна понимает, что без Блокенбара здесь ловить нечего. Еще и зацепили Шедоу Демона. Сделал Татине. Дает Тосс. Отлично сыграно. Сифон. Сворм. Это будут убийства и на Шедоу Демоне. Минус 3. Стакки защитили на пятерочку. Вопросов 0. Но Луне нужен Блокенбар. На, без Блокенбара. Жесть. Проказта реально хватило. 50 крон уберет себе ДП. И уже практически покупает себе бинетку. Дорганай. Блиндайгер дальше БКБ. Джокера купил себе Мекку. Да, ну Луна смещается на топ. Что там у Кота? Ну почти есть Блинк у Бангольера. Уровень 9. У Шейкера 1200. Тоже до Блиндайгера остается не так уж и много. Если сейчас не будут погибать, будут аккуратненько фармить лес, то вынесет Блинк. Не самый поздний. Это учитывая, что есть Арканы, которые стоят... Если бы был с пустым ботинком, Блиндайгер бы уже был бы готов. Ну, наверное, неправильно так говорить. Если бы не был Аркан, возможно, он не фармил бы так быстро. Не мог бы там лишний раз фиссуру дать. На топе. Атакуют. Кенгейминг расставляет варды. Отбрывается Драгонайт. Есть у Деспрофит Еул, я напоминаю. Но идеально. Как все четко сыграно. Кто вдруг не понял, Деспрофит подняла себя в Еул. Шэдоу Демон. Спустя 0,02 секунды. Я не знаю, но это было очень быстро. Нажимает курс. Сразу же. И назад. На землю отправляет Деспрофит. Четко. Четко сыграно Деспрофит. Я думаю, сейчас очень удивилась, что так получилось. Ну, это что Демон. Это реально круто саппорт. Ультимейт его не стоит недооценивать. Он очень сильный. Кулдаун у него относительно. В некоторых ситуациях он действительно очень сильно решает. Пангольер покупает blink. У Пангольера маны не очень-то много. На самом деле на драку еле и лидоват. Атака на Джакера. У Джакера есть меха. Меха используется. Джакера просто делает телефон. Сбивает его и уловно. И Джакера здесь продают. Башню Джейкер доняет. Страдает от иллюзий. Но убить не получится. Шейкер живет. Ну, Т2 забрали. Т2 забрали. Луна отправляется вниз. Быстренько здесь уже забирать пачку крипов. И уже есть 2000 золота. 6-6. По-прежнему луна топ-1. Ну, пока не все так плохо. У Дайер они вроде бы как в топе отбились. Плюс-минус. Не позволили сопернику прям совсем нагло действовать. Но да, в перспективе луна, конечно, будет очень сильный. Вот уже мы видим практически готовый блокинг бар у луны. 2400 золота еще пофармят и купят БКП. Может быть, уже даже что-то будут придумывать. Потому что вот как раз в комбинации с шедев демоном луну очень рано себя способно раскрывать. Ты бежишь с иллюзиями, ломаешь вышки, готов к тимфайтам. Да и Джекерос наверняка не зря был пикнут. Все-таки, да? 50 левел, мека куплено, спел амплификейшн прокачан. Пилы дамажат очень больно. Надо только айспас еще подкачать как следует. Чтобы под ультимейт наги или под дизрапшин тот же самый можно было кидать. Внизу давят башню. Потенциально можно нажать экзорцизм, не жаляйте этот ультимейт. Потому что кто его знает, вдруг сейчас сместятся. Видимо, ладно. Не придется. Тинни пришел. Тинни с тригрэба, поэтому все происходит намного быстрее, чем могло показаться раньше. Шейкер, купил себе блинг. Мне нравится здесь шейкер, да, хорош. Теперь можно неплохо инициировать. Ну и у тинни появляется достаточно быстро после блингдайгера Shadow Blade. Вот это уже посерьезнее. Это уже неприятно. Можно будет задуматься о покупке массовых центрей. Шекероса, или наги и шедоу демона, конечно. Шедоу демона на центре, видимо, хоронят здесь. Никак не уйти. Ну, может себя закрыть, успеть, но нет, не успевает. Очень много урона. Уничтожили. Буквально за три секунды. Что там по БКБ? Луна БКБ стоится буквально три сотни золота. И тут выходит синяя. Луна. Можно тоснуть своим тиммейтам. Мы просто ставили насчет проказ. Мека, 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 дружище! Спасибо за меку. Спасибо за меку, да. Блесс РНГ. Что ж такое? Очень сильно мисплейт. Очень сильно мисплейт. Ребята порой это удивительно видеть. Вроде несложные вещи, но ладно. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас это можно наказывать. Хороший залетает ультимейт от Варлока. Убивает что у демона. Влетает там Пангольер. Дарк убить не получает. Осетка на Тене. Тене. Эспас по Голему. Голему в итоге просто Тене Денайт. И в общем правильно делает. На топе там как-то Нага пыталась немножко сплетить. Ничего из этого особо не получилось. Ну и Тене забирает Т1. Все, игра переворачивается. Мы помним графики. Там в какой-то момент было 5000 на 13 минуте. Теперь только 1000. Это ничтожно. Мало Луна погибает. Достаточно много. Луны не хватало. Реально 300 не хватало до Блокенбара. Теперь немножечко побольше. Поэтому придется еще пофармить. И то мы видим сейчас, что не факт, что Блокенбару Луне поможет. Потому что от Тене выходит Шедоу Блейда. Дает тебе прокаст. Ты не можешь в момент 100 нажать Блокенбар. Получаешь там реально много урона. Сколько у Луны получил? Давай посмотрим. У нас же есть Дута Плюс. Конечно есть. 1361 урона. Просто от Тене. 640 физического, 720 магического. То есть это все происходит в момент дизейбла практически. Урон физический это тычки во время Тоса. Там приземление. Еще какие-то продолжения инициации. Действительно тяжело. Блокенбар на Луне. Он конечно нужен здесь. Но он не гарантирует тебе стопроцентной выживаемости. Там в тимпайте. Если тебя инициируют допустим Шейкер с Хаслэмом. Допустим он влетит. Потом продолжит фиссуры. Туда же влетает Тене. Дает свои скиллы. Тут нужны саппорты. Тут нужны саппорты. Тут должен сыграть шедо демон четко. Тут должен Джокера помочь. Нага как-то слип во время используете. Только так. То есть без саппортов Луне будет трудно. Даже при покупке. Ну ладно. Луна там купит тебе может какой-то артефакт на плотность. Типа сатаника. Да, элементарный. Где-то ближе к мид-лайт-гейму. И Ривер даст здоровье. Потом можно взять Рошана. Но пока действует четко. Сиренити. Да, счета у нас нет. Напоминаю. 1-1. Кингейминг Сиренити. И пока ничего не понятно. Бангольер в эту игру вернулся. У него уже 2000 золота после Блинкдайгера. Пока планирует купить себе Кримсон Гвард. Но решил урну и спрятвесел проигнорировать здесь. Да, на Блинкдайгера очень много разных билдов существует. Есть защитные, есть атакующие. Есть билды инициирующие. Есть билды саппорта четвертой позиции. Но здесь Ксенку у нас решил играть через Кримсон. Против Луны это отличный выбор. Против Луны, против Иллюзии. Вообще против большого скопления юнитов. Вангвард и Кримсон Гвард. Это одни из лучших артефактов, которые вообще существуют. Так, ну и что, руна ДД. Та вы на Рошане? Ну, скан есть. И об этом знают. Прекрасно. Соряните, что там что-то происходит. Успеет ли? Рошан стоит на 3000 п. Они успевают. Они реально успевают. Надо два... А, голема нет. Но это неприятно. Драгонайт в рей. Блэкенбар нажимает. Врывается Тинни. А Валанчтос убивает моментально Нагу. Нага без Байбэка. Но Тинни получает пурш. Пошел Эклипс от Луны. Но как-то так себе получается. Хотя бы убить Пангальера. Пангальер живой. Но добивает его. Все-таки Луна. Видимо, там долетел удар. Может, даже Глэйвы. И... Ну, хорошо. Хорошо получилось. Они потеряли по факту только саппорта. Выходит Тинни. Тинни. Тинни, 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 Тинни. Тинни вышел. А Егис нет. Не получается. И Тинни за это будут наказаны. Есть шедо Блэйд. Но он даже не уходит шедо Блэйд. Понимаю, видимо, что никак это не спасет. Экослоэм от Шейкера. Крутой врыв. И под фаталбандами урона много. Луна живет. Ах, как опасно. Там фаталбанды. Буквально 1-2 удара по Джокера. И, возможно, Луна побоиграла. Да, только Егис. Эти удары уже никто не сделает. И даже если бы Луна потеряла Егис, все равно драка была бы выиграна. Командой Кингейминг они слишком много золота. И XP получили за этот Teamfight. Плюс еще в статистике Fight Recap и не учитывается. XP золото за Рошана. Да. Вот тебе и на основу возвращаются в игру, ребята. Тинни вышел. Но без Блэкенбара ему тоже. Мне намного проще, чем Луни. То есть, особенно ты оказываешься один без своей команды. И у Варлока нет у тиммейта. Все-таки кулдаун у Варлока. Ну, согласитесь, он прям какой-то неадекватно большой. 170 секунд. То есть, реально не хватает какого-то таланта, например, в 25 уровне. Вот к черту эти таланты. Не знаю, мне они не очень нравятся. А вот делать бы талант минус 70 секунд или минус 90 секунд на ультимейт. Это было бы четко. Как, например, если у нас у Примастера? Это ты о комах. О Варлоке. О Варлоке, конечно. Типа 170 секунд. Ну, вы что, серьезно? Три минуты? Три минуты ждать? Ну, для Лейта, да. Это, пожалуй, перебор. Тем более, если мы сравниваем, например, с Энигмой, у которой ультимейт намного страшнее, который дизейблит продолжительное время в БКБ, который может очень сильно надамажить тебя, если ты еще пульс туда подкинешь. У него с кулдаун, то есть там на последнем уровне, по-моему, 180, 170, 160, по-моему. Я уже чуть не помню. Я игр на Энигме сыграл много, но чуть не помню, надо уточнить. 200, 180, 160. Ну, в общем, не суть важная. Главное, что на последнем левеле 160. Да! Это уже меньше, чем у Варлока. А ты еще берешь КДР 15-процентный на Энигме, и у тебя становится еще меньше кулдаун, а скилл намного более опасный. Поэтому Варлоку тоже, как бы, вот ему подняли 60% экспедейт, ну и что? Как бы. Там, конечно, ну, довольно неплохие таланты, там, на 20-25 уровне, но все равно, мне кажется, это не так круто, как могло бы быть, если, как ему, кто-то другое сделали. Вот этого, кстати, Варлока сейчас очень легко заберут, кингейминг. Ну, а на это был использован Блокенбар, у Варлок, в принципе, скоро появится, будет голем, а вот Блокенбар будет иметь кулдаун. Хороший слип. Четко. Потому что Нага уже была готова к оставать слип. Получилось все максимально удачно. Готовы заберать Т2. Кингейминг. Луна БКБ, Луна Эггис уровень 18. Третий ультимейт уже готов. Ну и защищаться здесь. Ну, можно попытаться, конечно. Ну, тут сразу же врыв на ДП. Четко. Вот входит Шилл Демон. Дает курс. Залетает Айспас. Помощи пока никакой нет. И есть Ахтус Лэм. Так себе он зашел. Честно говоря, Драгонайта, тем не менее, убили. Луна. Ультимейт дает. Урона много. Тини можно убить. Тини падает. Тини в таверне. Тини без ББК. Катается. Пангольер. Прыгает. Пытается убить хотя бы Джакира. Джакира дает напоследок Айспас. Но его так просто не пробить. Это ведь не саппорт Джакира. Он очень жирный. И погибает Джакир. Надо быть с Каталбандами поаккуратнее. Но вроде ни на ком, кроме Джакира их нет. Погибает Нага. Луна под зиким замедлением. Погибает также и Шадоу Демон. Луна. Напоминаю, имеется Айгиса. Отлично. И спас Макропиро. Как же четко работает Джакиро. Ультра килл для Луны. Ну тут, конечно, Джакиро все сделал. Луна просто нажимала одну кнопку. В правой кнопке мыши. И это минус 4. На удивление, Варлок в этой драке вообще не погиб. То есть не байбекался, просто выжил. В заходах играл. Стоял сзади. Он кисель кидал просто аккуратненько. Вдалеке, поэтому так получилось. Купается Шейкер. У Шейкер, конечно, нет Ахаслэма сейчас. Но все равно опасно. Опасно здесь стоит. Скоро спавнится Тинни. Скоро спавнится Пангалер. И лучше действительно ретироваться на какую-нибудь другую линию. Продолжить просто фармить Луна. 20 уровень появляется Талант на статы. Скоро появится бабочка. Будут большие трудности. Тинни в инвизии хочет убить Луну. Если получится, это будет круто. Бесполезно. То есть, если он сейчас нападет, он не сможет, скорее всего, уйти. Дружище, не знаю. Не знаю. Ты вообще не знай, где? Вот так это не работает. Не лезь. Должен быть пурж. Однако нет пуржуни. Так слушай, а чего за этого строка? А можно эту? А можно этого, 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 этого. Есть кисель на толку от него 0, ребят. Вот это прям опасно. Можно их играм заходить. Притом не знаю, может быть, может потопа. По крайней мере, можно запортить байбэк у Тинни. Или там у Доспрофит. Ну не знают, ребята, что у Тинни нет байбэка. Они наверняка попытаются сейчас понять это. Через шеду Демна можно легко будет поломать. Лучечку, по центру. Кончается Аегис. Может, и не хотел как-то под конец тайминга Аегис. Может, он там как-то станет. Он явно не по таймингу, да. Шел. Это да, это да. Решили все-таки выйти в бот. Тут вышка наиболее слабая. Высно, с крипами разбирается. Драгонет. Врывается Медальер. Кастуется наш Бакл. Старается жить. Пробить его. Будет довольно тяжело. Слово, шейкер по пятерым. Ну, Нага. 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 Нага успевает. Уже будет контратака. Пошел и спас. Это было очень близко. Это было максимально близко. Покатился. Пангольер. Сетка есть. Сеточка. Надо, 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 надо. Закинуть и Пангольер здесь не выживет. Сетка пошла. Пангольер. Давайте свидание. Ох. Ох. Как же это было. Черт возьми. Близко. С ума сойти. А просто во всех зарядил. Ну, тут Нага просто выиграл этот момент. Просто в соло. Просто в соло. Отличный ультимейт. Если бы не песня, то, скорее всего, шейкер бы продолжил бы фиссуры. Туда бы влетели бы остальные игроки. Это было бы, ну, если не вайп, то, по крайней мере, там, трех-четырех героев быстро бы убили с Рейнити. И там, перегруппировали, смогли бы задэпать линию. А вот сейчас, кстати говоря, не факт, что они линию задэпают. Потому что подходит Луна. Луна уже с бабочкой. Есть голем. Есть экзорцизм. Я думаю, можно позащищаться здесь. Даже пока, учитывая, что ребята... Может, как-то Луну красиво тостить, например. Вот это хорошая идея. Это очень хорошая идея. Но пока просто его ничтос. Пошел голем. Рывается Трагеннайт. Заду. Ну, голем, честно говоря, вообще никуда. Толку от него ноль. То есть вообще ничего не сделал. И мили барак забрали. Просто могут отойти. На контратаку неожиданно сейчас выйти. Это будет очень красиво. Это будет очень круто. Луна Эклейпс. Четко, четко сыграно. Красиво играет кингейминг. Есть Блэкенбар. Бурж на Death Profit моментально не уничтожает. Это ДП под Блэкенбаром была, друзья. Не просто как-то ДП. Под Блэкенбаром, под экзорцизмом. Байбэков нет, ультимейтов нет. И нечем драться. То есть они сейчас могут все выкупиться, но им драться абсолютно нечем. У них ничего нет. Погибает Варлок. Это ГГ. Тут уже... Слишком высокий кулдаун ультимейт. У ДП 10 секунд, у Варлока 130 секунд. Драться нечем. Просто такой возможности нет. Их просто достроен. 3 миллиарда иллюзий, где-то может даже 4. Ну и все. Игра завершена. Ну что, вот вам. Вот вам долгий патч, долгие игры, все дела. Китай. Первая игра 30 минут, вторая, по-моему, 35. Эти вот 28. С копейками. Следующие игры могут получиться еще быстрее, потому что там у нас будут играть Invictus Gaming, которые все-таки являются тир-один коллективом Китая.